Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем доброго времени суток. А сегодня я вам дам такой рецепт шикарный. Это уже проверенный рецепт. Я его пеку не первый раз. Это печенье из Букингемского дворца. Кто знает, у меня есть хобби необычное. Одно из моих хобби, у меня много хобби. Одно из моих хобби – это я увлекаюсь историей и всем, что делается в Великой Британии. Итак, у меня есть в моей копилочке такой рецепт – королевское печенье. Естественно, что кроме салатов, затейливых мясных блюд на Новый год и на Рождество, хочется видеть ароматные сладости. Именно те, которые наполнят праздник особым таким зимним уютом. И оригинальный рецепт на Новый год очень вовремя, вовремя. И поделились ими кондитеры, которые работают в Букингенском дворце. Они пекут там сладости для самой королевы. Вот королевское печенье я вам и дам. Итак, они рекомендуют испечь вот именно это. Что нам нужно? Сразу записывайте, потому что я внизу писать не буду. Я вот сразу скажу и все. Значит, нам нужно будет такие ингредиенты. Сахарная пудра – всего лишь 360 грамм. Яичный белок – 85 грамм. Лимонный сок – 20 грамм. Молотый миндаль. Но если нет миндаля, можно взять грецкий орех – 300 грамм. Цукаты – 115 грамм. Молотая корица – 12 грамм. Измельченная гвоздика – ну, примерно меньше, чуть меньше, чем четверть чайной ложки. И возьмите сразу же, измельчите цукаты до пастообразной консистенции. И отложите, отложите в сторону пока. А теперь быстренько-быстренько начнем делать. И что же нам нужно будет? И музыку я сделаю потише. Итак, взбейте венчиком сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок в мягкое безе. Вот такое. Возьмите третий и отложите, чтобы позже покрыть тесто тонким слоем. Добавьте все оставшиеся ингредиенты в миску с безе и перемешайте до консистенции теста. Дальше замесите тесто и руками и выложите на противень, выстланный бумагой для выпечки. Положите сверху лист бумаги для выпечки и раскатайте поверх нее тесто до толщины около 1 см. Потом снимите бумагу, нанесите на тесто тонкий слой безе, оставшийся. Сделайте его как можно более гладким. Вот так. И поставьте тесто в холодильник, ну, минимум на 1 час. Вот, видите, вот это оставшееся безе. Все, достаньте тесто из холодильника и начните нарезать его ножом. Вот такие вот формочки формировать. Звездочки, ромбы, они все хорошо смотрятся на праздничном столе. И выпекайте в духовке при температуре 160 градусов Цельсия. Вот такая красота у вас получится. Все. Ну, разве это не красота? Можно что-то нарисовать. Снежинки, например. Это проверенный рецепт. И я вам гарантирую успех. Я люблю вас. Здоровья. Всего вам самого наилучшего. С наступающими праздниками. Пока-пока.